Действительно, действительно нужно реально смотреть на вещи. Зачем что-то придумывать? Ещё раз добрый вечер, дорогие друзья. Давайте вместе посмотрим на звёздное небо. Я специально увеличил картинку из детского атласа, чтобы поделиться с вами своей радостью, дорогие друзья. Скажите мне, кто додумался так назвать созвездие? Смотрите сами. Большая медведица. Какая-то нафиг медведица. Ну, у меня дома лично ковш такой. Хотя нет, у меня поменьше. Вот, вот такой. Как малая медведица. Сейчас представьте себе Геркулеса. Это такой мужчина, такой атлет, такой древнегреческий качок. Вот он. Хотите просто поржать сейчас, просто. Это Дева. Ладно, бог с ним. Внимание! Заяц! У меня, правда, брат в пятом классе Зайцев лучше рисует, но нет. Вся история живописи нафиг. Шишкин бездарь, Заяц рисуется вот так. Переходим к южному полушарию. Там жарче, поэтому мозг вообще плавится. Прямо сразу, первым делом. Хорошо знакомый нам Заяц. Сразу. Единственный, кстати говоря, который есть в обоих полушариях. Ну, видимо, просто очень хорошо получился. Знаете, кто вот это вот, нет? Скульптор! Мы на Церетели смеемся. Вот скульптор! Убираем из скульптора ногу. Что получается? Как вы думаете? Включаем логику. Естественно, насос! Что же еще? Эридан. Я не знаю, как выглядят Эриданы в природе. Не встречал. Но следуя вот этой логике, это либо скопище скульпторов, либо насосная станция. Южный треугольник. Додумались! Треугольник треугольником назвать. Но вот же рядом такой же треугольник. Муха! Просто и со вкусом. Вообще, из логичных вещей, я нашел здесь только три. Это южный крест, южный треугольник. Ну, естественно, заяц. Уж очень хорош, да, разом. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!